Мы стоим здесь на митинге, который посвящен памяти жертв Жанудейна, которые были расстреляны в 11-м году, 16 декабря. Я уже говорила, и я хочу повториться, что очень много жертв, кроме того, что людей расстреляли, тех, которых не расстреляли, загнали в какие-то помещения и пытали их. После пыток многие умерли, а многих арестовали и судили, и посадили в тюрьмы. Так был на 7 лет осужден политик Владимир Козлов, который просто поддерживал этих протестантов. Настолько отсутствует диалог власти и народа, что нормальные люди, обычные, даже, можно сказать, хорошие, активисты, которые неравнодушны, которые болеют за страну. И именно эти люди оказались экстремистами впоследствии. Власть назвала их экстремистами и решила их нормально функционировать. Они не могут наладить свой быт, потому что их записали в список экстремистов. Это точно так же, как партия ДВК назвали экстремистской. И теперь все, кто поддерживает партию ДВК, относят к экстремистам. Как это возможно? Партия, абсолютно требующая мирных перемен, соблюдения прав человека, которая требует свободу мирным собраниям, которая свободу слова требует. Эту партию назвали экстремистской. И сейчас на фоне вот этого вот определения, вынесенного наспех судебного решения, идет дискриминация почти половины населения Казахстана, которые на самом деле искренне где-то в душе поддерживают партию, но боятся об этом сказать. Поэтому я хочу сказать, что мы должны требовать не только открытых и независимого в расследовании всех ужасов, которые натворила власть, в частности у Жаной Зенита, что случилось. Мы должны требовать отмены судебного решения, которое определили ДВК экстремистской партии.